Доброе утро, дорогие друзья! Всем шалом! Бонжур! Хелло! Шалом из Иерусалима! Продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Самона. Сегодня переходим на уже третью главу. Тринадцатую главу, не третья, тринадцатая глава. И собираемся, сейчас собираемся. Я очень советую повторять, потому что тот, кто учит и не повторяет, похоже на того, который сеет и не собирает урожая. То есть мозг так устроен, что понять мы можем все, что угодно. То есть бах, понял, Давид Ротман, шалом! Как раз я хотел с тобой позвонить, поздороваться, а ты здесь как раз, слава Богу. Здравствуй, Давид, шалом! Значит, спасибо за самокат, кстати, вообще классно ездит все. Значит, еще раз. Кто учит и не повторяет, похоже на того, кто сеет и не собирает урожая. То есть мы просто, когда ты узнаешь какие-то новые идеи и мысли, это как семена, как семена, и они тебе попадают в голову, но если ты семя не польешь, за ним не будешь ухаживать, то это семя, оно не даст урожая. А что значит ухаживать за мыслями новыми? Когда ты находишь классную мысль, которую ты хочешь, чтобы она у тебя, давала тебе плоды, ты должен эту мысль думать, 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 повторять, думать, думать, думать. Одна мысль. И она тогда в мозге, она наполняется силой, как бы напитывается твоей энергией. И когда ты думаешь вот эту вот сильную мысль, которую ты прям нашел и думаешь, вот это да. И ты ее думаешь долго, она напитывается твоей энергией, и в мозге она получается такая энергетически заряженная. Потом тебе нужно принять какое-то решение, и ты такой сидишь, и у тебя эта заряженная мысль, она всплывает. А обычно у человека заряженные мысли только то, что он в детстве когда-то узнал. Потому что в детстве мы ко всему относимся очень энергично и заряженно. Ребенок, он вау, там, к каждой мысли он удивляется, каждая мысль его вау, он такой эмоциональный. И у него в голове накапливаются вот эти вот мысли заряженные. И потом бывают люди всю жизнь, а их решения, они как бы определяются их детскими когда-то решениями, детскими установками, детскими правилами. И так далее. И люди иногда и в отношениях, и в жизни, и в бизнесе ведут себя по-детски. Особенно когда они входят в эмоциональное состояние, и у них рациональная часть отказывает, то у них прямо бах, они начинают вести себя очень-очень по-детски. Понятно, да? Обидно, там, ты меня обидел, справедливо, несправедливо и так далее. Хорошо, дорогие друзья, все. А мы изучаем сейчас великую мудрость царя Соломона, который был мудрейший из людей, который был великий царь, настолько великий, что он построил первый Иерусалимский храм. И до сих пор его мудрость, его величие, оно во всем мире является символом самой высокой такой вот мудрости во всех сферах. Все вот турецкие цари, например, которые были, они брали себе имя, если он становился великим, они брали себе имя Сулейман. Сулейман, Сулейман это Соломон, они говорят, я как Соломон, да? Другому говорит, нет, Сулейман, ты Сулейман такой ненастоящий, вот я Сулейман, я Сулейман, так Сулейман. Это у них очень такое популярное имя было у тридцатских царей, которые достигали больших результатов в жизни. Хорошо, дорогие друзья, все. И мы в этой главе, в тринадцатой, царь Соломон начинает с воспитательного такого отрывка. Он говорит нам так, Бен Хахам, Мусар, то есть очень странное предложение, Сын Хахам, Сын Мудрец, Мусар Аф. Мусар это нравственные наставления с применением страха и силы, потому что есть то Хаха, это когда ты объясняешь. А Мусар это когда ты Миясер и от слова Маасар тюрьма, когда ты даешь страдания и садишь в тюрьму как бы, да? Мусар это когда ты работаешь над собой, над своими плохими качествами, и ты сам себя с помощью страха наказания, страха перед Богом или другого какого-то страха, ты себя исправляешь. А здесь написано, что Бен Хахам это Мусар Аф, то есть это следствие вот этого наставления отца. Велец Лошама Геара, а насмешник, легкомысленный насмешник, это он не слышал Геара, Геара это угроза, он не слушает угрозу. Очень странный воспитательный такой отрывок, сразу Раша нам объясняет. Раша это был великий комментатор Равшлома Ицхати, и он сразу нам объясняет на месте. Бен Хахам Мусар Аф, значит сын Хахам наставления отца, микра Кацар У. Это сокращенный отрывок, в нем как бы пропущено одно слово. Значит, Бен Хахам Шоэль Вуэв Мусар Аф, он говорит сын Хахам, если полностью прочитать этот поступок, он Шоэль, он просит и любит Мусар Аф, он любит вот это вот наставление отца. А есть, он объясняет, Вэйешум Рим, Бешвиль, Мусар Аф, Ухахам, а есть, который объясняет, что именно из-за наставления отца он стал Хахамом. Так объясняет Раша, так объясняет Раша. Теперь Малбим, он нам дает глубже объяснение этого отрывка, и он говорит так, что у человека внутри, особенно у мальчика, особенно в детстве, у него очень сильное то, что называется злое начало, животное начало. И оно руководит им, объясняет Малбим, как злое начало, животное начало руководит человеком. Оно ему поднимает разные картинки, которые он, ну, как вы знаете, вот молодых мальчиков их плючит, какие-то им все хочется, картинки, много энергии, гормоны, туда-сюда. То есть, у них такое внутри начинается, их животное начало начинает их раскручивать, их эмоциональную сферу. Теперь папа в этой ситуации, он пишет прям конкретно Малбим удивительные вещи. Он говорит, что если он сына не пугает и не бьет, то он становится причиной того, что злое начало сына захватывает изнутри. И может его привести к страшным последствиям. То есть, то, что здесь в этом отрывке написано, что тот, кто не слышит угрозы отца, тот придет к, ну, лейценут, это насмешничество, это легкомыслие и так далее. То есть, он сбросит в себя любое ярмо, мы знаем, что такое подростковый возраст, все сами через него прошли. Я, например, помню свой подростковый возраст, когда я в 17 лет сказал, что вообще я сам себе хозяин, никто мне вообще ничего не может указывать и так далее. И каким иногда ужасным последствиям приводит вот этот вот сброс себя ярма, ярма, действительно это выглядит как ярмо, потому что родители часто, они очень, ну, очень резко иногда могут сказать или еще что-то сделать. Но мы видим здесь, что последствия хорошие. То есть, сын может стать хахамом, если отец передает ему свою жизненную мудрость и может его в этот сложный период, когда его ецерара, злое начало, животное начало побеждает, он может его направить с помощью равнодейственной силы. Вот сейчас очень много есть вопросов, вопросов есть к системам воспитания. То есть, есть, вот нас слушает Рахель, например, Цицуашвили, она из Грузии, я так понимаю, по фамилии, да, значит, есть разные методы. И есть, например, на Востоке, у них, у них я когда-то слушал такую, ну, передачу небольшую, и один рассказывает, у нас там в Дадистане дедушка, ему там 90 лет, если кто-то против него хоть слово скажет, там, его сыновья, его внуки и так далее, это все, этого человека не будет ровно через 5 минут. То есть, настолько уважение идет к старшим, настолько слова старших, они остаются для них законом и важны. Это, это восточный подход такой, да. Есть подход западный, который привел уже к тому, что легализованы там мужские братья, 50% браков заканчивается разводом. Когда женщины, они говорят, нет, мы лучше знаем, как воспитывать сыновей, мы лучше знаем, что сыновьям нужно, и они начинают воспитывать сыновей по-женски. А воспитывать по-женски, это не воспитывать по-мужски, это абсолютно разных два подхода воспитания. Мужской подход, который вырабатывает у мужчины, как вот мы сейчас ищем вакцину, ищем мы вакцину сейчас против коронавируса или против гриппа или против любого инфекционного заболевания. Как работает вакцина? Прививают в легкой форме, прививают в легкой форме эту болезнь. Теперь, вот Саид Макай пишет, дедушке его 123 года, дай Бог ему здоровья, даже не знаю, что пожелать, потому что в Торе принято желать до 120, а ему уже 123. То есть он уже на уровне ангелов, он выше уже поднялся, чем в человеке поднимается. Дай Бог ему здоровья и дальнейшего сколько Бог даст, чтобы все у него было в радости. И вот, значит, получается, что когда отец воспитывает ребенка так, как воспитывали его, так, как воспитывали его, так, как воспитывали его, то он прививает к мальчику те качества, которые ему нужны для жизни, которые ему нужны. Иногда это жестко, иногда это грозно, иногда это даже, ну, здесь советуют, как бы, Шлома Мелак много раз советовал, что плохой тот отец, который не бьет своего сына, жалеет палку. Раньше били палками, в хедерах били палками и так далее. Сейчас, конечно, это все уже не принято, но сейчас даже почему-то некоторые считают, что нельзя, не может сказать отец жестко своему ребенку. Многие из этого разводятся и так далее. Значит, здесь мы видим, что путь Торы и совет Шлома Мелака, что Бен Хахам это следствие мусара Ава. То есть, только отец с помощью мусара, и мусар это пугать и бить иногда и так далее, может помочь ребенку преодолеть его злое начало внутри, который иначе его сожрет и сделает из него лец, лец это насмешник, который лоша мага и ара, который не слушает воспитания своего отца. Да. У дедушки вот Саида Макаева есть ватсап, можно ему позвонить, все 23 года дедушки, пожалуйста. Хорошо, второй отрывок. Второй отрывок, он нам возвращает нас к, вовнутрь себя. Опять же, воспитательные моменты здесь, это больше первый отрывок, он касается отцов и сыновей, и, ну, как бы нам просто показывает, что как работает система. Теперь, второй отрывок, он нас перенаправляет, опять же, к главному объекту воспитания. У каждого человека главный объект воспитания, это он сам. То есть, воспитывать других людей, это очень сложное занятие, то есть, отец обязан сына воспитать. То есть, это его как, он для этого женился, для этого живет, и, ну, как бы это понятно. Но, в принципе, воспитывать других людей, это очень затруднительно, потому что человек, он сам себя не может воспитать. Иногда, вот я уверен, что у каждого есть такие примеры, когда ты себе говоришь, все, я там, я буду спокойным, я буду таким, я буду заниматься спортом, я все сделаю. И потом, бах, и не делаешь. Кстати, вот продолжение. Лидия Подгорнова спрашивает, мальчиков без папы воспитывать нельзя? Женщины, которые воспитывают мальчиков без отца, они должны понимать разницу конкретную между мужской и женской психикой, разницу между мужской ролью и женской ролью в мире. Они должны понимать, что если будет их сын, его будет все время заставлять мама или воспитывать мама, он будет абсолютно не приспособлен потом к семейной жизни, потому что он все время будет слушаться, ну, бояться жену, слушаться жену, ждать, ну, то есть сбиваются роли. Поэтому я советую любой, в любой ситуации, в которой, если человек оказался, это какая-то новая ситуация, нужно обязательно, есть один подход. Нам говорила Шлома Амеллах, по-моему, в 12 главе, он нам говорил так, что Эвиль, Эвиль это грешник-скептик, он прям в своих глазах, ему кажется, что он знает. Теперь мудрец это тот человек, который умеет найти совет. Я не могу вам дать совет, как воспитывать мальчика без папы, я не специалист в воспитании, я не знаю. Но если вы погуглите, вы найдете исследования на этот счет, вы поймете, в чем действительно может быть проблема. Вы найдете несколько книг, которые вам подскажут варианты решения. Если вы действительно, вам важно понять, как воспитывать сына без папы, то нужно посвятить хотя бы месяц своей жизни изучению вопроса, обратиться к специалистам Дмитрия Карпачева, специалист воспитания детей, который жизнь посвятил тому, чтобы разобраться, он психолог, как воспитывать детей. Ну и так далее, есть еще, я только его фамилию помню сейчас. И тогда вы станете хахамом, потому что слышит совет мудрец. А потом, потом, а вот это Лидия Подгорного утверждения сделала. Вот она учитель, она специалист, она говорит, нельзя воспитывать. Но если уже попали мамы в такую ситуацию, и они разошлись с папой, то тогда такая мама должна понять, как конкретно выйти из этой ситуации. Все, теперь второй отрывок. Давайте перейдем ко второму отрывку о том, как воспитывать себя. Второй отрывок звучит так. Митри пи-иш, от плодов рта человека, йохальтов, он будет кушать добро. В нефеш богдим, значит, душа богдим это предателей. Хамас, она будет, душа вероломных переводят, нефеш богдим это предателей, она получит зло. Значит, здесь царь Саламонас в очередной раз возвращает во внутрь себя и объясняет нам, как вообще, от чего зависит вся жизнь человека. Вся жизнь человека, прежде всего, зависит от плодов его рта. Если бы мы учили Мишли без малбима, мы бы не знали бы, что род это внутренний диалог. Когда он говорит род или внутренний диалог, он имеет в виду то, что внутри человека и то, как он беседует с собой. Потому что, когда он говорит о внешнем диалоге, царь Саламон, он говорит уста. То есть, уста это то, что вовне, а язык и род это имеется в виду внутри. Теперь, от плодов рта человека он будет кушать добро. Значит, мы уже знаем, ну это конкретно, это прям прямой запрет Торы говорить гадости про других людей. Злоязычие, это прямой запрет Торы. И написано, что большинство проблем в жизни человека, они потому, что люди нарушают вот эту вот заповедь, запрет Торы говорить плохие вещи про людей. Потому что, когда ты говоришь плохие вещи про людей, то в этот момент ты как бы засеваешь вокруг себя поля ненависти. То есть, ты одного покритиковал, второго покритиковал, третьего покритиковал. Вокруг тебя как бы ты сеешь зло. Люди, они отвечают тебе злом. И те люди, которые любят говорить про других людей гадости, они знают, чем это заканчивается. Обычно их бьют, ну и так далее. У них есть, да, я помню, этот урок я еще извлек в школе, когда я кому-то что-то сказал про какого-то хулигана плохо, потом этот хулиган пришел и меня побил. То есть, это обязательно доходит до других людей. Теперь, значит, но внутренний диалог, пока человек внутри с собой разговаривает, казалось бы, что здесь плохого, никто же не слышит. Какое злое могу принести, если я внутри себя скажу, что это плохое? Оказывается, сегодняшние все ученые доказали, что есть такое понятие психосоматика. То есть, психика связана с телом. И когда ты говоришь, даже внутри себя негативные вещи, оно все равно создает негативную энергию. То есть, интересная вещь, как работает эмоция. Эмоция, это как энергия, все чувствуют эмоции. То есть, эмоцию ты чувствуешь в теле. Теперь, откуда возникает эмоция? Если человек себе скажет, все плохо, все ужасно, внутри он думает, ой, какой кошмар, где все, и он себе рассказывает разные, ну, внутри плохие вещи, да, про мир, он вызывает плохие картинки. В этот момент эмоция, она является следствием вот этого вот его способа мышления. Мы учили, что как избавиться от беспокойства. Беспокойство, это когда я в будущее размещаю плохие картинки. Я о себе думаю, будет плохо, будет плохо, будет плохо. Мне страшно. Если я в прошлое размещаю плохие картинки, да, я вспоминаю, что в прошлом было у меня плохого. Это тоже тоже запрещено. Это называется злопамятство. То есть, когда ты вспоминаешь зло, то, когда ты вспоминаешь зло, ты как бы из прошлого постоянно достаешь зло, и его внутри, как, знаете, как угли, раздуваешь костер. Вот угли уже погасли, ты туда подул, 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 оп, они начали раздуваться. Это то, что называется злопамятство, когда ты вспоминаешь зло. Теперь, нам говорит царь Соломон во втором отрывке прямое указание. Миприпи иш йохальтов. Ты, если хочешь кушать добро в своей жизни, ты должен наполнить свое мышление позитивными, позитивными вот этими мыслями. Откуда их взять? Вот вам, пожалуйста, берете второй отрывок 13 главы и его повторяете про себя, да, как такая, как аутотренинг. Миприпи иш йохальтов. Или можно из Тейлим, из Псалмов читать. Ашра, Гевер, Ашер, Бутех, Баашем, Ве, Ашем, Мифтахо. Вот человек беспокоится, а он ходит и повторяет. Счастлив человек, который полагается на Бога, и Бог будет ему поддержкой. И он ходит себе эту мысль, повторяет и повторяет. И если он повторяет эту мысль, то из плодов рта человека он будет кушать добро, потому что связь с Богом, это мой с ним диалог. Бог со всеми, он ко всем близок одинаково. Вопрос, или ты к нему близок, или ты хочешь с ним разговаривать, или ты его благодаришь, или ты думаешь, а, вот, наверное, Бог мне хочет плохо. То есть это же любое действие, можно любое событие, можно трактовать, как ты хочешь. Миприпи иш йохальтов. Все, то есть если человек, он умеет все трактовать, он верит в Бога, он любит Бога, он благодарит, он понимает, что все к лучшему. Он знает, что сказал царь Давид, что тот, кто бутех, тот, кто уверен в Боге, хесед, его милосердие будет окружать. Можно читать псалмы, есть прекрасные псалмы, значит, даже если буду идти в Долиной Смерти, не случится зла, потому что ты со мной. Если человек повторяет вот эти вот все слова, это же мысли, мысли, миприпи иш йохальтов, от плодов своего внутреннего диалога, он будет есть добро. Венефеш богдим хамас, души предателей, имеется в виду предателей, божественную истину, Бог сказал, это добро, это зло, вот есть тора, вот есть заповеди, вот этот мир так устроен, что Бог четко распределил, где добро, где зло, что делать, что не делать, и как поступать в любой ситуации. Если человек, он становится богэт, он предатель, он говорит, я, то, что Бог сказал, это не для меня, меня не интересует. Я Бог в своем мире, я царь в своем мире, то есть я буду устанавливать, где добро, где зло, где правильно, где неправильно, я буду сейчас всех людей судить, ты прав, ты не прав, ты молодец, ты не молодец, ты такой, ты такой. Если человек берет на себя вот эту роль, которая принадлежит Богу, вторая часть, второго отрывка, тринадцатой главы, в Энефеш Бугдим, души предателей, они будут, получат вместо добра, Хамас. Хамас, это вообще дословно, это не зло. Хамас, это, вот, за Хамас был разрушен мир первый раз во время потопа. Хамас, это грабеж, и это плохие отношения между людьми. Здесь тоже очень интересно, что психологи доказали, что моя мысль о другом человеке, она влияет на его ко мне отношения. И получается, что когда человек, он думает плохо про другого человека, это доказано, прям передоказано, есть исследование, то есть, одно исследование, я вам сейчас расскажу, которое очень сегодня иллюстрирует урок, сейчас я договорю мысль, и расскажу это исследование, что то, что человек думает, влияет на окружающих людей. Значит, если человек думает плохо про других людей, говорит Лошонара даже внутри себя злоязычие, проклинает их и так далее, то он создает внутри себя негативную среду, и люди, они это чувствуют и к нему начинают плохо относиться. Понятно, да? Теперь, а какой опыт доказывает ученых этот второй отрывок? Что из плодов своих уст человек будет кушать добро. Было исследование, в одной гостинице взяли 80 женщин-уборщиц, 80 уборщиц. Они убирали, делали одну и ту же работу, со всеми провели интервью, и 40 из них, половине ровно, сказали, что вы знаете, вот ваша работа, которую вы делаете, она приравнивается к ежедневным походам в спортзал, и то, что вы делаете, это отличное упражнение, которое заменяет спортзал, и для вашего здоровья это отлично, и вообще, это просто работа ваша, это конкретный спорт, который вас должен привести к похудению, к хорошим физическим результатам и так далее. А 40 просто с ними провели интервью, чем вы днем занимаетесь, хорошо все проверили, и мне сказали эту идею. Проверяли люди, которые были одеты как врачи, исследователи, ну, то есть вызывали доверие. Взяли через месяц, замерили эти 80 женщин. Оказалось, те 40 женщин, которым объяснили, что они занимаются спортом, они в среднем похудели на 4 килограмма за месяц, в среднем, то есть кто-то больше, кто-то меньше, и они были по всем физическим показателям в отличной физической форме. Что получается? То, во что человек верит внутри, то, что он себе говорит, одна и та же работа. Если он говорит, это добро, у меня все классно, все отлично, значит, он как бы создает внутри те плоды, которые потом будет кушать. Все, вот это вот мы сегодня изучили два отрывка. Первое, про воспитание, что изначально у человека есть склонность к тревоге, козлу. Это Бог сказал, что животное внутри, ра, лево, адам, мина, раф. То есть оно зло от рождения. То есть у человека вначале рождается животное, пугливое, ленивое, которое хочет забрать, завистливое и так далее. Это все рождается внутри, как бы естественным путем. Потом на это появляется интеллект, который должен этим животным управлять. И первый отрывок, если сделать вывод, отец должен помочь сыну победить это внутреннее животное. Дальше, второй отрывок, что сам человек, когда он уже осознал и понял, изучает Тору, он должен понять, что нужно внутри создавать те плоды, которые потом ты будешь кушать. Эти плоды не должны быть злом. Не может человек внутри быть наполнен злом и потом жить хорошо. Такого не бывает. Все, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня. И Елена Шверк, привет, все. Всем прекрасного дня. Желаю всем огромных, огромных успехов, здоровья. Победить свое внутреннее животное, победить свою лень, победить свой страх. И наполнить свою голову Торой. И молитвой взаимоотношения, создать личные взаимоотношения с Богом. Все, всем удачи, всем успехов. Пока. Счастливо. Счастливо. Счастливо.